всем привет давненько у нас не выходили видео и тому есть целый ряд причин первое и наверное самое главное это ракетные обстрелы расиста вот которые уже очень полюбили пытаться бить по нашей энергетики в связи с чем да на какое-то время в киеве не было света 37 часов у нас не было связи например пару недель назад но того чего они хотели добиваться добиться у них не получается и не получится потому что потому что во-первых слава нашим за весу они отбивают ракетные атаки а во-вторых потому что народ подстраивается ко всему вот и мы не стоим на месте мы работали сначала на аккумуляторах когда не было света потом мы стали работать на генераторе ну в общем что сказать работаем работаем и будем работать дальше вот вторая причина это то что внезапно наступила зима да сейчас вот декабрь внезапно наступила зима потому понятно когда же как никогда наступила зима заниматься тем чтобы запастись дровами и так далее потому что напомню наш ремонтный бокс греется дровами отапливается вот то есть надо было заниматься этими вещами потом надо было просто как минимум акклиматизироваться к этому всему сейчас на улице минус 10 не очень мне это нравится конечно ну что делать уже попривыклась за это время вот ну третья причина почему потому что сейчас мы делаем весь упор на то чтобы закончить один очень интересный автомобиль это машина которая когда-то упоминал это вас 2101 70 года номером шасси 108 то есть это 108 машина сошедшая с конвейера и сейчас у нас все силы брошены на то чтобы закончить ее в самое ближайшее время принципе машина у нас на финише и я так думаю ну по крайней мере такие вот у меня планы и надежды что следующее видео выйдет уже с ней а там поверьте есть на что посмотреть потому что единичка семидесятого года и 71 года это две абсолютно разные машины поверьте мне честно говоря даже я был удивлен степени количеству вообще зарубежных комплектующих на этом автомобиле но об этом будет позже следующем видео из хорошего в последнее время наконец-то наблюдается тенденция увлечения ну как бы все большего увлечения людей занимающимися ретро на зарубежные автомобили именно автомобили семидесятых годов ну тут кто канал может быть смотрит не все наши видео напомню что лично у меня моя как бы такая золотая временная эпоха которая мне вот очень прям нравится это в автомобильном плане 60 и 70 и немножко меньше но все же 80 я считаю что тогда производились самые-самые классные автомобили почему потому что дизайн смелость решений вот ну просто не мне нравится вот ну ничего с этим не поделаешь так вот к нам приехал автомобиль автомобиль не наша к нам обратился человек с просьбой помочь некоторых вопросах с этой машиной вот к нам он не привез это ford escort mk1 достаточно редкая машина в украине всего за все время я вспомню но может быть там до десятка машин на моей памяти могу припомнить которые всплывали там где-то продажи где-то еще у кого-то вот значит машинка выпускалась 67 кажется года по 74 включительно чем-то она очень похожа на кадет который мы пригоняли из полтавы ну кадет конечно помоложе будет но во многих вещах они все-таки похожи машина требует реставрации но достаточно живая достаточно живая без особого какого-то там колхоза очень очень интересный экземпляр я думаю любом случае вам будет интересно него посмотреть так что давайте пойдем на улицу на эти минус 10 и посмотрим что же это за зверь такой итак я уже нахожусь в этом самом эскорте но я так подумал что наверное так как видео выходит не часто может быть стоит показать чем живет наша мастерская ну конечно не все но например после того как мы закончили надо данный этап закончили с нашим лязом мы наконец-то перетащили поближе к мастерской лаз и с наступлением сезона следующего наверное потихоньку начнем крутить лаз первую очередь мы хотим поставить его конечно же на ход но дальше будет видно вот как мы его тащили и чем тащили сейчас вам покажу и да не стоит переживать за нас ляз теперь он живет у нас под крышей не в музее конечно но под надежной крышей теперь он я думаю проблем с хранением у него не будет и то что мы сделали сохранится еще много лет а А еще буквально на днях, когда у нас был морозец, тут такой минус 10, мы решили попробовать завести белый кадет. Это было интересно, получилось не все сразу, но в конечном итоге он все равно завелся. И наконец-то мы нашли проблему, которая нас мучила с момента покупки. Вот как это было. Ну, короче, пока во Львове светит солнце, 0 градусов, снега там не видели, то у нас вот, у нас тут Аляска на Киевщине. Мы с Валдисом, попивая с утра копей, решили заняться, как обычно, непонятно чем. А именно попробовать завести Opel Fano. А Opel у нас стоит, вон, и он там уже стоит пару недель. Идем пробовать. Так, сейчас подключим клемму аккумулятора. Валдис вспомнит, где у него открывается капот этого Opel. Может, кофе лучше все-таки поставить, нет? Нет, это не интересно. Нет, кофе поставить, не интересно. Стеканчик будет мокрый? Чистый эксперимент. Opel 77 года, который простоял пару недель на морозе. Без антифриза у нас, правда. Без антифриза, ну кому он нужен. Ну, тратону тебе нужно. Панастап-аккумулятор, если что, это не твой. Это даже он не сможет крутить. Да. Ну, будем пробовать. Ну, кто, ты крутишь? Ты. Я, почему? Ну, садись, ты снимаешь и крутишь. Не, так не интересно. Ты махаешь руками, ладно, давай пробовать. Так, двери открылись, это уже хорошо. Эх, елки. Специальная подставка под кофе. Ключи в замке. Ой, это хорошо. Итак, самый интересный момент. Не знаю, что получится с этого видео. Но вдруг что-то получится. О, зажигание заработало, уже хорошо. Ну, да, бензинчик ушел. Надо покрутить. Крутим еще. А там фильтр есть, видно бензин есть в нем, нет? Фильтрика нет. Нету фильтрика? Вот так вот. Ну, ладно. Тогда крутим еще. Вот единственный минус всех этих иномарок, да? Что у них нет лапки подкачки топлива. Приходится, если машина долго стоит, делать вот так. Либо вставлять другой насос, подкачивать. Давление потухло уже хорошо. Так, сейчас надо проверить, закачано ли топливо. Так, короче, карбон у нас не настроен особо. Бензин в нем вроде бы есть. Но мы сейчас попробуем чуть-чуть ему капнуть бензинчиком, потому что ускоритель у него 100% работает плохо. Это факт. Помпа у нас продолжает разлагаться дальше. Но у нас есть уже новенькая. Оригинальная, General Motors. Просто повезло купить ее на OLX. За очень даже гуманные деньги. Валде с бензинчиком. Так, пробуем. Он готов? Да, готов. Давай еще. Ну да. Итак, следствием установлено. У нас нет искры. Кроме того, вырубилась в салоне химия. Вот это вот, которое показывало зарядку. Октан-корректор у нас тут стоит. Он тоже не светится. Короче, где-то что-то отвалилось. Сейчас проверим, есть ли питание на катушку. Я думаю, что его нет. В общем, сейчас убедимся в этом деле. И сделаем соответствующие выводы. В общем, мысль подтвердилась. На катушку у нас приходит 6 вольт. А при попытке запуска падает до 1 вольта. Короче, вот эта вот вся химия, которую установлено на зажигание. В общем, это все доказало все-таки, что ее нужно выкинуть. Нафиг. Все будет нормально работать. Ну, так. Так, продолжение эксперимента. Что бы я могла доказать, блядь, в фонбеканах? Это уже его просто залило. А? Это его просто залило уже немного. Ну, залило, да. Ну, зарядки. О, появилась зарядка. Что? Зарядка появилась. Серьезно? Да. У него питания не было. Заработала там корректором лампочка. Обалдеть. Короче, зимой минус машина все-таки заводится. Если на катушку дать 12 вольт, а не 6. И я думаю, что вот эти все наши подергивания, которые были еще, когда мы его пытались знать в Полтаве. 50% это изначально. Да, это 50% точно, что вот из-за этого. Я думаю, что там изначально контакт был плохой. Который с морозом еще больше ухудшился. И, соответственно, она у нас не завелась. Ну, ничего. Теперь все работает. Ладно, водички у нас там нету. Долго мучить его не будем. Сейчас заглушим, почистим от снега и немножко его переставим. Так, прогрелся работает. Ну, как прогрелся? Чуть-чуть, буквально пару минут. Так, чтобы его не перегреть. Все нормально. Переехал. Работает хорошо. Выключай. Теперь включай, да, кстати, прогрелся и на этих 6-ти вольтах он еще работает. Но, когда холодно, уже не хватает, не заводится. Ну, все. Можно сказать, мы нашли большую проблему. Не, ну, радует другое. Радует то, что в мороз, долго стоял и, в принципе, завелся с полпинка. Если бы было 12 вольт на катушке, он бы сразу завелся. Я бы сказал, он бы сразу завелся. Вот. Потому это очень неплохой даже такой показатель. Так что теперь Opel немножко тут подождет. А дальше он заедет вот туда. Мы ему поменяем помпу и начнем заниматься техчастью. Тормозами, ну, и всем остальным. Вот так. Итак, Ford Escort первого поколения. Некоторые эту модель называют собачья кость за характерную решетку радиатора. За ее форму. Но, тем не менее, несмотря на такое название, скажем, шуточное автомобильчик. Довольно серьезный. Потому что именно эта модель является одной из легенд ралли. Но сейчас не об этом. Машинка была приобретена человеком под реставрацию. То есть, вот мы видим, что она еще далеко не в лучшем состоянии. Ну, не в таком и плохом, как могла бы быть. Учитывая то, что у меня еще номера советского образца. То есть, это говорит о том, что автомобиль в Украине достаточно давно. Обычно машины с такой историей очень печальные. Но это еще можно сказать, повезло. что, да, она требует реставрации, требует сварки, но, во всяком случае, она не потеряла форму. На ней, можно сказать, нет колхоза. В общем, под реставрацию это очень и очень неплохой вариант. Почему показываю машину в таком состоянии? потому что за всю мою практику с классическими автомобилями эскорт такого поколения ну, мне встречается, наверное, ну, скажем так, за все годы, наверное, встречалось, может быть, машин семь. И вот это одна из них. Потому, в каком бы состоянии он ни был, его, я думаю, стоит показать. Потому что вот это в Украине это редкий автомобиль. Машина выпускалась с 67 по 75 год включительно. Было несколько вариантов кузовов. Был двухдверный, как вот этот. Кузов был четырехдверный и был трехдверный универсал с большим боковым стеклом задним. Эта версия не самая простая. Это версия Deluxe. об этом нам говорят хромированные накладки вокруг окон, например. Также более люксовый салон. К салончику сейчас мы перейдем. Понаружи в принципе практически все на нем сохранилось. Конечно, не все в идеальном состоянии. Бампера требуют перехрома. Как видим, на удивление некоторые люди почему-то путали его с москвичом. Не знаю, каким боком он похож на москвич, но как минимум два человека мне сказало, что это за москвич у тебя там стоит. Ну, что поделать. Не знаю, разве что задние фонари, которые может быть отдаленно, где-то там напоминают москвич 2040. Это единственное, что может быть похоже как-то хотя бы отдаленно на москвич. Хотя, учитывая то, что машина пошла в серию в 67-м году, то ни о каком 2040 не может быть и речи. Ну, давайте посмотрим, что у нас здесь в салоне. салон у нас ну, потрепанный, ковра нет, но можно понять, каким он был. Сидения еще, в принципе, в неплохом состоянии, они требуют работы, но они поддаются еще реставрации, это еще можно восстановить. Такая интересная форма, потолочек песочный. Но самое, самое главное, самое интересное, это панель приборов. Во-первых, она с отделкой от дерева. Это еще раз доказывает то, что это не базовая версия. Вот, а второе, это сами приборы, то есть, у нас здесь есть и тахометр, это точно дополнительное оборудование, спидометр, естественно, и такая вот ростик датчика вместо традиционных лампочек. Здесь мы можем контролировать заряд аккумулятора стрелочкой, температуру воды, давления масла, ну и, конечно, топлива. В базовой версии приборов было гораздо меньше, то есть, ну, как правило, давление и зарядка выводились на лампочку, и было только две стрелочки на топливо и на температуру двигателя. управление печкой вот, видим, выведено на торпеду рычажками, снизу у нас кнопочки, которые управляют аварийкой вентилятором печки, подсос у нас ручной, не автоматический, вот, замок зажигания с левой стороны, и некоторые вещи, если вы смотрели серию про о Таунус, то здесь некоторые вещи передают привет Таунусу, такие, как вот подрулевой переключатель, который по форме своей точно такой, как у Таунуса, ну и, собственно говоря, замок зажигания, ну, классический, фордовский. Коробка передач у нас механическая, то есть, на вот этот колхоз не смотрим, это вот, это вот просто шахта Джигулей, это, видимо, досталось еще от предыдущего хозяина. Коробка у нас механическая, четырехступенчатая, но эти машины также комплектовались и трехступенчатым автоматом, но все-таки автомобиль европейский, поэтому такие блага, как автомат были доступны. Давайте посмотрим, что у нас под капотом. Под капотом у нас четырехцилиндровый двигатель серии Кент, который мог быть объемом от 1,1 до 1,3 литра. Здесь же у нас 1,2. вот такой моторчик, распредвал у нас снизу. В принципе, конструктивно, но можно сказать, что мотор схож с москвичом 408. Вот как-то так. У нас, кстати, в нашей картине 1966 года стоит очень похожий мотор, если даже не такой же. Ну, мелочами, конечно, отличается. У нас, как минимум, стартер еще совсем старого образца. Здесь уже немножко все более современно, но, тем не менее. Карбюратор у нас стоит оригинальный, однокамерный, трамблер с правой стороны расположен, бензонасос в очень неудобном месте находится. Вот аж, ну, вот он там, вот вы видите, шланги туда идут. То есть, бензонасосу, конечно, набираться очень и очень неудобно. В остальном мотор, в принципе, для обслуживания и неплохой. Предохранители находятся у нас вот здесь под капотом. Их немного. Вакуумного усилителя тормозов нет. И здесь у нас еще барабанные тормоза. Но на этих машинах были как барабаны, так и дисковые. Это версия с барабанными тормозами. Такая у нас симпатичная мордашка. В принципе, эта машина относится к тому же классу, что и белый кадет, который мы признали из Полтавской области. Единственное, что кадет, конечно, появился чуть позже этого форлика. А следующий эскорт был уже совсем не такой, который пошел с 1975 года. Он был совсем уже не такой, он был больше. Ну, в общем, это уже совсем другая история, другая машина. Если говорить о раллийных версиях этой машины, то были версии с объемом двигателя до 2 литров. Ну, как человек, который достаточно долго ездил на Таунусе, а Таунус это больший автомобиль, чем эскорт, с 2-х литровой шестеркой, и зная, насколько он резво едет, то эскорт, который гораздо легче, с 2-х литровым мотором, ну, я думаю, он просто летал. Ну, на те годы, естественно. Дизайн у машины такой вот кругленький, видим такой характерный изгиб по заднему крылу, бутылка колы, ну, нравится мне машина. Честно говоря, лет так 20 назад было несколько возможностей купить такую машину, но тогда я как-то недооценивал, они все продавались не в Киеве, к ним надо было ехать, а по фоткам это было немножко не то. и вот когда я его увидел живьем, ну, даже чуть-чуть и пожалел, наверное, что в свое время не купил такую. Очень интересный дизайн. Вообще, еще раз не устаю повторять, что в плане дизайна мои самые любимые автомобили, это автомобили 60-х, 70-х, ну, и немножко 80-х. И вот это как раз та самая золотая эра. На удивление сохранились буквы как на капоте, так и сзади. Мы видим сзади табличку эскорт, которая тоже чудом сохранилась. Кстати, говорят, в Одессе есть еще один такой эскорт серого цвета и тоже на советских номерах. Правда, о судьбе его пока ничего не известно, но вдруг, если кто-то из вас что-то об этом знает, дайте, пожалуйста, знать. Может быть, мы бы рассмотрели такую машину к себе в коллекцию для пополнения музейного ряда. Ну, на этом, думаю, пожалуй, все. Такие у нас дела. Стараемся работать дальше. Как с машинами, так и над музеем, несмотря на все, потому что в любом случае, победа будет, победа будет за нами, а значит, и открытие музея тоже обязательно будет, и мы работаем над этим. На этом все. Всем пока. На все интересные комментарии, как обычно, отвечу лично. Если у вас есть информация по каким-либо подобным интересным автомобилям, дайте, пожалуйста, знать. и примечание 21-й Волги не предлагать. Всем спасибо, всем пока.